Донорская кровь – необходимая вещь в медицине. К сожалению, ее постоянно не хватает. Особый дефицит здравоохранения ощутила в период пандемии COVID-19, когда проведение донорских акций было приостановлено. Потом из-за страха заразиться коронавирусом люди уже по собственной инициативе не хотели идти сдавать кровь. Сейчас, к счастью, ситуация начала меняться. Анна Семеновна Потапкина, руководитель местного отделения Красного Креста, обратилась с просьбой в общественную палату Ленинского городского округа, с просьбой помочь ей в организации и возобновлении донорства. Члены общественной палаты откликнулись на этот призыв, потому что донорство – это очень важная миссия. В Ленинском городском округе – это вторая в этом году масштабная акция по сдаче крови. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. На стендах плакаты школьников, которые приняли участие в конкурсе рисунков на тему профилактики заболевания. В этот раз в донорской акции приняло участие порядка 50 человек. На этот год у нас по графику выездных 5 дней донора. Сейчас проходит второй. Так как два года у нас не было, мы кадровых доноров растеряли. Вот сейчас в основном у нас идут первичные. Приходят целыми предприятиями и организациями. Большая делегация доноров – сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу. Я думаю, что это наш долг – помочь нуждающимся. Все-таки я вообще не первый раз даю. И просто для себя решил, что кровосдача должна быть. Вот и все. Помочь просто людям, которым она нужна. Доноры делятся. Процедура – быстрая и безболезненная. Отношения медперсонала хорошие. Все стерильно и аккуратно. 15 минут и ты как бы сделал доброе дело. Очереди нету. Все быстро. Все очень хорошо налажено. Спасибо большое. По завершению процедуры все участники акции получают подарки. Следующий день донора в муниципалитете пройдет 30 мая. Все там же, во дворце спорта «Видное». Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное» ТВ.